Привлекательная блондинка, которая не в попад делала растяжки только чтобы показать себя, бегающие глаза. Да, лучше будет начать с нею. Всем привет! Вы на канале Дивплей и мы продолжаем проходить Кримсон Грей. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! И сегодня у нас будет очередная уже третья концовка убийства бегунов. Блять, я хуя его знает, как я буду подписывать это на ютубе. Ну ладно, разберёмся. Погнали! Вырезать легко атлетов. Она уже сделала шаг вперёд, потянувшись к оружию, но нет, ей больше не нужно делать это. Но всего на секунду она захотела сделать это. Намерена сделать это. Лиззи сделала глубокий вдох и попыталась отогнать от себя мысли об убийстве. Пустота в ней росла всё сильнее, пока она отдалялась от университета. К счастью, их небольшое жильё было совсем рядом. Отдельное общежитие, построенное специально для супружеских пар. Это можно мотать, да? Так, и сейчас мы его ободрим. Нет, я так скучаю... Я так скучаю, что не могу без тебя. Это можно? Да. И сейчас давайте разберёмся с кружком лёгкой атлетики. Та-да-да-да. Разбираемся. Вспомнив, что у неё есть дела поважнее, Лиззи начала продумывать варианты. Начать она решила с команды по лёгкой атлетике. Но сначала нужно было разработать план. По пути на стадион Лиззи поменяла своё мнение о происходящем. Вина была не на всей женской части команды. Некоторые из них могут быть подозрительны. Но они никогда не посмеют тронуть Джона. Лучшим вариантом был бы избирательный террор. После продолжительного наблюдения, Лиззи точно знала, кого нужно убрать. Привлекательная блондинка, которая не в попад делала растяжки только чтобы показать себя. Бегающие глаза. Да, лучше будет начать с неё. Было бы великолепно изолировать её от остальных и убить её прямо сейчас. Лучше всего топором. Но это было бы трудно скрыть, и Лиззи нужно сберечь свою личную жизнь. Как мило, что она переживает об этом. Несколько дней Лиззи пропускала свои уроки, следя за расписанием девушки. Также у неё была машина на восточной стоянке, и девушка постоянно выезжала на ней за город. Похоже было на то, что она не относилась к категории осторожных водителей. Так что будет легко всё подготовить. Единственная проблема в порче тормозов заключалась в том, что девушка могла бы заметить это, сдавая задом. Так не пойдёт. Обдумывая план действий, Лиззи купила перчатки, изучила записи с камер наблюдения... Нихуй я, блядь, Хитман. И сделала остальные приготовления. Всё хорошо, Лиззи. Лиззи запоздала, осознала, что чертила свои планы дома перед ним. Не похоже, что Джон что-то подозревал, потому что верил ей. Но чувствовал, что что-то не так. Её захлестнула волна любви от осознания того, насколько хорошо он её знал. Но она совершила ошибку, позволив ему увидеть свои приготовления. Ей нужно было спрятать всё внутри себя. По крайней мере, до тех пор, пока проблема не будет решена. Джон, всё хорошо. Просто несколько подлых девушек в классе в последнее время меня сильно расстраивают. Я вижу. Ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью, Лиззи. Ты ведь это знаешь? Конечно. Но она не могла поговорить с ним об этом, не об этой ужасной девушке. Нет. Нужно сделать всё самой. Защитить его. Лиззи мягко улыбнулась. Она сможет побороть этот стресс и дать ему только любовь. Если проблема будет решена, он больше не будет грустить. И они бы вместе насладились счастливой учебной порой. Неделю спустя у неё появилась возможность. На спортивное мероприятие съехалось много гостей, поэтому восточная парковка была полностью заполнена. Это вынудило её цель припарковаться на улице, там, где тормоза ей уже не понадобятся. Лиззи бурчала под нос какую-то песенку. Пока сливала тормозную жидкость, отключала аварийный тормоз и нажимала на педаль, пока не удостоверилась, что всё в порядке. После этого она отошла на безопасную дистанцию и наблюдала свой безопречный план в действии. Авария была не такой большой, как ожидалось, но этого было достаточно. Определённо. Даже несмотря на то, что она еле удержалась пойти и удостовериться. Она подумала, что это может навлечь на неё подозрения. И она не хотела позволять чему-либо разрушить их отношения. Ужасной девушки больше не было. Джон ничего не заподозрила, и она может любить его вечно. Теперь ничего не стояло на пути к их наслаждению счастливой учебной порой. Бля, милота-то. Киздец. Да уж, вот такая вот концовка. Опять коротко вышла. Но ничего, в следующий раз уж точно должно быть длиннее. А на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.